Музыка Недавно в доме офицеров Черноморского флота в Севастополе открылась выставка в рассекреченных документах Министерства обороны, посвященная 255-й бригаде морской пехоты. На выставке представлено 128 личных дел с описанием подвига каждого бойца. Около 60% из них погиб. Сегодня мы расскажем о некоторых из них. Бьется в тесной печурке огонь, На коленях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармон Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали пусты В белоснежных полях новой москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как паскует мой голос живой. Самое лучшее и дорогое – Родина. Горе твое – это наше горе, Родина. Правда твоя – это наша правда, Родина. Слава твоя – это наша слава, Родина. Куделин Павел Иванович. Родился 1 апреля 1920 года в городе Баку. В войну встретил звание лейтенант. Затем получил звание капитан. Был комсоргом батальона бригады морской пехоты. В боях за Новороссийск при взятии опорного пункта ЦЭМ-БАК молодой лейтенант командовал стрелковым взводом, обеспечил захват немецких траншей и при этом сам лично уничтожил двух фашистов. На районе Гайдук его выбрали комсоргом батальона. Это была очень ответственная должность. Нужно было не только донести бойцам боевую задачу, но и личным примером воодушевлять на боевые действия, проявлять мужество и отвагу. В одном из боев за город Новороссийск Павел Кузелин прорвался через пулеметный огонь, прорвался в дом, гранату убил пулеметчика и, будучи ранен, не покинул поле боя, а продолжал сражаться. В освобожденном от фашистов доме он захватил трофеи. Два пулемета и много боеприпасов. За этот подвиг он был награжден Орденом Красной Звезды. За время войны он получил награду. Орден Отечественной войны второй степени. Орден Красной Звезды. Медаль за отвагу. Медаль за оборону Кавказа. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А также он был награжден медалью за боевые заслуги. Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Ты тихо сказала. Вставайте на помощь, Родина. Я расскажу вам о подвиге Капинуса Федора Ефремовича. Федор Ефремович родился в Херсонской области в Верхнерогачевском районе в 1915 году. Пошел в армию в 1937 году. Начал войну Федор Ефремович со званием старшина первой статьи. А закончил войну со званием командир разведки. Федор Ефремович пропал в апреле 1944 году. Товарищ Капинус во время боев с фашистами проявил себя мужественным, стойким защитником Родины. Являясь младшим командиром разведки, Федор Ефремович доставлял важные сведения для командования. Боевой счет Капинуса за три боевых дня 13 убитых солдат противника. 6 сентября Федор Ефремович в 1942 году вынес с поля боя два автомата, четыре винтовки и уничтожил четверых фашистов. Был награжден орденом Красного Знамени. Славу у тебя никто не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого, я или Родина. Потерпи, потерпи немного. Гудят паровозы, колеса стучат, Идут эшелоны, увозят ребят. Туда, где свинцовая хлещет метель, Где у бойцов из шинели постель, Где землю на части снарядами рвет, И смерть по соседствам в траншеях живет. На запад, на запад колеса спешат, На запад, на запад увозят ребят. Идут эшелоны, увозят ребят, Только не все возвратятся назад. Кто-то погибнет в смертельном бою За Родину-мать, за отчизну свою, Но в сердце живущих они не умрут, Им памятью будет победный салют. Я хочу рассказать о подвигах Басараб Антона Алексеевича. Он родился 11 сентября 1911 года В Смелянском районе Киевской области В селе Белозаря. 1 октября 1933 года Он поступил на службу. Начал служить сержантом, А закончил службу подполковником. Однажды во время Великой Отечественной войны Он руководил заданием По отчистке и восстановлению дорог. Он сумел организовать свой батальон так, Что задание было выполнено досрочно И даже перевыполнено на 200 и 300 процентов. В другой раз Антон Алексеевич Своим личным примером и большевистским словом Поднял вторую роту в атаку. В результате чего были заняты траншеи противника И взяты пленными. Он много сделал для подготовки личного застава К штурму города Керчь. Когда нужно было штурмом взять на кирпичный завод, А замполит этого батальона вышел из строя, Антон Алексеевич взял всю работу на себя. Он вместе с наступающими ворвался на кирпичный завод. Они закрепились там И прочно удерживали оборону, Несмотря на многочисленные контратаки. За свои боевые заслуги Антон Алексеевич Басараб Получил 8 наград. Две медали за боевые заслуги. Орден Отечественной войны 2-й степени. Медаль за оборону Кавказа. Орден Красной Звезды И Орден Красного Знамени. Орден Отечественной войны 1-й степени. А после окончания войны Был награжден медалью За победу над Германией В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом храме-часовне Святого Великомученика Георгия Победоносца Каждый день поминают воинов, Павших на полях сражений. В Великой Отечественной войны Вспомним всех поименно, Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, Это нужно живым. А над ними травы сохнут, А над ними звезды меркнут, И над ними кружит берегу, И качается басон, И стоят над ними сосны, И пора приходит в снегу, И оранжевая солнца Разливается по небу, Движется над ними. Но когда-то, но когда-то Кто-то в мире помнил имя Неизвестного солдата. Через века, через года, Помните о тех, Кто уже не придет никогда. Помните. Люди, Покуда сердца стучатся. Помните. Какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста. Помните.